Сегодня в новостях iPhone 8, HTC U11 Plus, BlackBerry и русский смартфон. Ну и всем привет, с вами как обычно Макс. И сегодня посмотрим новости за 22 сентября. iPhone 8 и iPhone 8 Plus самые непопулярные сегодня. Сегодня смартфон поступил в продажу в некоторые восточные страны. И удивил многих тот факт, что очереди на покупку смартфонов в 10 раз меньше, чем все прошлые годы. Связано это очевидно с одним. Ожидание выхода революционного iPhone X. Так как сегодня покупатель считает флагманом именно iPhone X. Поэтому соответственно очереди на покупку появятся при появлении в продаже iPhone X. HTC U11 Plus будет анонсирован 11 ноября. Данная информация поступила из Франции. И не является конечно официальной. Полагается, что смартфон будет просто увеличенной версией HTC U11. С 6-дюймовым дисплеем. И соотношением сторон 18 к 9. Процессором смартфона станет Snapdragon 835. Камера будет такая же, как и в HTC U11 на 12 Мп. А также смартфон получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Первые фотографии BlackBerry Cropton. На днях в сети появились фотографии неизвестного BlackBerry. Точное название сегодня неизвестно. По слухам смартфон получит процессор Snapdragon 625 или 626. 4 гигабайта оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мА. На второй фотографии данный смартфон сравнивают со смартфоном BlackBerry K1, который расположен пониже. Сегодня был представлен русский смартфон Tigafon. Смартфон, как и полагается русскому продукту, имеет скромный внешний вид. Но зато может похвастаться суперзащитой данных. По крайней мере, именно так сообщают разработчики InfoWatch. Напомню, данная компания принадлежит Наталье Касперской. По характеристикам смартфона всё скромно. Это 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенный. Процессор неизвестен. Дисплей 5 дюймов и 8 мегапикселей камера. Стоимость новинки 15 тысяч рублей. Главная особенность данного смартфона – это защита. Смартфон работает на собственной системе на базе андроида. Пока что неизвестно какого. И смартфон имеет много возможностей по защите. Во-первых, можно запрещать отправлять и получать сообщения, а также ввести аудио и видеосъёмку. А специальный светодиодный индикатор на тыльной стороне вместо вспышки всегда включается, если записывается аудио, видео или включена громкая связь. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Ну а также обязательно подписывайтесь на канал, жмите кнопку «Звоночек», чтобы не пропускать свежие видео. Ну а если нужна помощь в выборе техники, либо смартфонов, пишите в группу ВКонтакте, либо внизу под данным видео. Удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok